Что скрашивает мне часы и часы утомительного монтажа? Конечно же чаёк! Это и многое другое вы можете приобрести в магазине Косой Переулок. Огромный ассортимент гиковского стафа на разные тематики. Одежда, украшения, кружки, значки, открытки и прочее, и прочее. Так что рекомендую. А по промокоду СОКОЛ вы получите, шутка ли, 20% скидки. Ссылка в описании. Приветствую, меня зовут Сокол, и сегодня я расскажу вам мои впечатления от картины Лига Справедливости. Итак, новый фильм из вселенной DC, на мой взгляд, вышел неплохим. Я уже однажды обжигался с первыми впечатлениями от одной из картин этой вселенной. Напомню, впечатления от Отряда Самоубийц у меня были положительные, и я даже негодовал, что же его все дерьмом-то поливают. Это продолжалось ровно до тех пор, пока я не глянул фильм во второй раз, и понял, насколько же я облажался. Скорее всего, потому что я очень хотел того, чтобы фильм мне понравился. Я убеждал себя в этом, и напрасно походу. У меня вообще теперь с Отрядом связаны не очень приятные воспоминания. Я делал плахбастер на фильм, это был самый сложный плахбастер, и увы, наверное, самый неудачный. Теперь я вижу, почему и что нужно было сделать по-другому. Однако провал этого ролика стал для меня таким болезненным, что я теперь 10 раз подумаю, прежде чем так запариваться. И после этой истории я теперь слегка опасаюсь доверяться своему первому впечатлению в отношении этих лент. Оно не раз меня подводило. Представляете, посмотрел фильм, записал ролик, а потом случилось так, что отношение к этому фильму поменялось. Ну, бывает, я же человек, а ролик уже записан. Никуда не деться. Хотя вот «Чудо-женщина» мне понравилось, без оговорок. Там был иной тон, другая направленность фильма, другой режиссер. Лента вообще смотрелась иначе, чем все остальное в киновселенной DC. С ней я был уверен. С Лигой, увы, я не так уверен. Да, по мне лента вроде как вышла неплохой. Смотребельной, интересной и даже веселой. Но это первое впечатление. И если приглядеться, то у ленты пипец как много проблем. Но зарывать ее негативной рецензией я бы не хотел. Хотя, наверняка, вряд ли от меня что зависит. Но почему я не хочу этого делать? Я вижу, что создатели провели работу над ошибками. Большинство моих претензий к БПС можно смело списать. Видно, что старались. Видно, что хотели сделать достойный блокбастер. И отчасти им это удалось. Но это, конечно, не спасет фильм от разгромной критики. Но все же. Фильм нормальный, на мой взгляд. То есть, это далеко не самый лучший блокбастер. Но он как минимум неплохой. Прежде всего, Ворнеры сделали правильный шаг. Задвинули Снайдера и взяли Уидона. Как бы там кто ни писал и что ни говорил, это было прежде всего решение студии. Уидон провел масштабные пересъемки, отполировал и скорректировал фильм. И, на мой взгляд, его работа повлияла на картину очень положительно. Одно но. Уж слишком большая несбалансированность по тону. Было ли так изначально, или это добавил Джосс Уидон, уже не понять. Однако теперь герои то ведут себя, как обычные люди. Шутят, тупят, удивляются, спорят. А то будто бы кто-то дергает за рычаг пафоса, и включаются судьбоносные заунывные монологи. То появляется картинная поза в духе Снайдера с его серыми фильтрами. А то включается веселуха с шутками и ярким визуалом. Я вам гарантирую, у фильма появится два вида хейтеров. Которые уже наверняка начали проявлять себя в комментах. Наверное. Первые будут ругать фильм за копирование формулы Марвел. За шутки и за отсутствие мрачного пафоса, коим злоупотреблял Снайдер. Будут хвалить сцены, где Бетс в картинных позах смотрит на город. Где слоу Моцарит и правят балом пафосные монологи. Не нужен нам еще один Марвел, будут они кричать. Верните Снайдера! Хотя сам Снайдер еще до Уидона говорил, что Лига будет веселой и серьезной. Пересмотрите его интервью. Вторые же будут хвалить фильм за неплохой юмор. За то, что персонажи наконец-то стали человечными, приземленными и близкими характерами к простым людям. И хейтить кадры, где явно видна рука Снайдера. И это забавно, поскольку еще недавно создатели заявляли, что их ленты будут супер серьезными. А кто-то даже посылал Марвел со сцены. И теперь Лига это по сути признание того, что формула Марвел работает. Вот ведь ирония. Я скорее ближе ко второй категории людей. Хотя истина явно где-то посередине. В конце концов в том, что сейчас происходит со вселенной DC, винить надо не только Снайдера, но и студию Warner Bros. Это они пытались успеть везде и всюду, напихивали сюжетов, предысторий, персонажей и почему-то слишком сильно доверились Снайдеру. Разве человек из стали не давал повод усомниться в его суперспособностях, а? И по идее ведь каждому из героев надо бы было посвятить прежде всего отдельный сольник, а не бежать впереди паровоза. Это бы не привело к тому, что в Лиге мы не знакомы с половиной персонажей. Картина тратит целый час на то, чтобы только их представить. А они ведь на самом деле вышли достаточно классными. Мне понравились все, и я с радостью увидел бы их сольники. Аквамен прикольный, мне понравился Киборг, спецэффекты кстати допилили. Ну а из Барри Аллена сделали по сути юмористического персонажа. Чудо-женщина, все такая же няша. Ну а Бен Аффлек в образе Брюса Уэйна, хочу отметить, все так же прекрасен. Но че-то его Бэтмен в этот раз мне не слишком понравился, а вот как Брюс Уэйн, он хорош. Вообще заодно то, что прописаны неплохие диалоги и герои человечнее чем раньше, можно уже смело хвалить. Ну и как же нам не обсудить слона в комнате, которого все пытаются не замечать, ибо это вроде как спойлер. Хотя первый постер Риги нам его уже проспойлерил. Так что его губа, с которой компьютерным образом удаляли усы, не знаю как кому, но мне уж слишком бросалось в глаза. Но в копилку плюсов я готов положить его возвращение. Не сам план по воскрешению, а именно первую сцену с ним. Она ярко демонстрирует всю имбалансность этого персонажа, которого по-хорошему надо бы держать подальше от земли. Какие еще проблемы у фильма, помимо долгого вступления, с представлением кучи персонажей и несбалансированности по тону, а? Ну, кроме всяких мелочей, злодей. Вообще ни о чем. Возьмите самого плохого злодея из Марвел, например, этого темного эльфа из второго Тора. Вот этот степной волк такой же. И даже хуже. И собственно, орды безликого зла в виде парадемонов тоже ни о чем. Фильм, похоже, наступил на те же грабли, что и Мстители с ордой Читаури или безликих роботов. Но зато мне понравился экшен. Он не затянут, эффекты, как я говорил уже, допилили. Все смотрится ярким, интересным и зрелищным. Урезанный хронометраж, кстати, сыграл на пользу. Да, вступление долгое, но фильм от этого не затянутый сюрприз. Вообще, он ощущается очень бодрым и динамичным, хоть начало и сбоит. В итоге, за работу над ошибками и попытку выправить положение вселенной DC, я ставлю, а чего там, серебро. Пусть она будет неуверенная, но все же это серебро. И я порекомендую сходить на ленту. Она не идеальна, в ней полно недостатков, как крупных, так и мелких, но все же картина неплоха. И да, после титров две сцены, а не одна. Две. Ну а с вами был Сокол, высказывал свое личное мнение. Сходите в кино, составьте свое. Ну и для тех, кто ждет, скоро будет плахбастер. Буквально на этих выходных. Так что не пропустите. Точнее в субботу. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok